Привет! Вышивка на одежде с функцией антенны, исцеление аритмии лазером и казанский ЦМИД. Об этом и не только в программе новости науки с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из университета штата Огайо придумали вышивку для одежды, которая усиливает сигнал сотовой связи и Wi-Fi. Электронные узоры состоят из тонких посеребренных нитей диаметром около 0,1 мм. Они могут вплетаться в одежду с помощью обычной швейной машинки, но являются не просто украшением, а вполне функциональны. Вышивка может усиливать радиосигналы, сотовую связь и интернет, а также служить в качестве датчика для мониторинга различных показателей состояния организма человека. Производство такой антенны обойдется на порядок дешевле, чем изготовление любого электронного датчика. А в России специалисты МФТИ представили технологию, позволяющую управлять работой клеток сердца при помощи лазера. Для этого специалисты планируют использовать молекулу под названием азот-таб. Эта молекула может существовать в двух состояниях, в одном из которых она мешает произвольным сокращениям сердечной мышцы, а в другом никак ему не препятствует. При этом для того, чтобы переключать молекулу между этими состояниями, необходимо облучать ее ультрафиолетовым, либо видимым светом. Технология может быть полезна при клинических исследованиях, направленных на изучение механизмов работы сердца, а в будущем ее можно будет использовать для борьбы с аритмией. И напоследок в Татарстане. В Казани на базе инженерного лицея Кнетукаи для одаренных детей открылся Центр молодежного инновационного творчества. Новое учебное учреждение на базе вуза создано для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Сейчас в лицее обучаются 52 ученика 7-10 классов. На следующем этапе планируется ввести в эксплуатацию спортивный и жилой блок интерната. В результате здесь могут единовременно учиться до 200 ребят. Воспитанников отбирают по всей России на конкурсной основе. Помимо проектной деятельности, ребята будут заниматься робототехникой, черчением, инженерной графикой, инженерным дизайном и прототипированием. А на этом все.